Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу с вами поделиться бюджетным вариантом изготовления ручейника Эмиджера. Значит, как вы видите, вот все вот эти ручейнички изготовлены по одному и тому же принципу, но с использованием определенных тех материалов, которые для вас несколько будет сложно достать, поэтому я уже вот изготавливал, как вы видите, это уже значительно мельче вариант, почти в два раза. Вот, но изготовлен у нас по принципу использования тех материалов, которые мы можем найти у себя дома. Поэтому давайте мы сейчас с вами рассмотрим этот вариант, но для начала вы неоднократно задаете вопросы. Если у вас нет крючка, допустим, граб или шримп, вот как я, допустим, использую это номер крючка 14 фирмы Страйк, достаточно хороший, удобен крючок, как вы видите, со специальным отгибом. Очень удобен и хорошо засекает рыбу, даже слабо, которая идет на поклевку. Можно использовать, если у вас имеются вот такие крючки, вот, как вы видите, такой серии крючки, такой серии крючки, или же выгнуть крючок, который у вас есть более-менее подходящий, используя зажигалку-турбинку. Давайте теперь приступим, и в процессе я вам буду все рассказывать. Установили крючок, и теперь, для того, чтобы более качественно изготовить, я использую вот такой клей. Так как мы будем производить огрузку медной проволокой, которую, я понимаю, каждый может найти у себя дома, диаметр, друзья мои, подберете для себя сами, если у вас по какой-либо причине нет свинца. Я использую проволоку, которая была намотана на дросселе. Значит, так же, как и обычно, закрепили ее на цевье. И начинаем теперь проматывать с вами, изготавливать подложку. Стараемся так, чтобы не было нагромождения материалов, должны с вами, с помощью нашей медной проволоки, подгрузить ее так, чтобы создать тело, и в то же время, хорошо, достаточно была подгрузка. Если вот отрывается, как в моем варианте, это не страшно, поэтому желательно, конечно, ее использовать по всей длине. Но раз выходит такая ситуация, то я специально не убираю, не останавливаю камеру, а показываю, что мы продолжаем дальше. Значит, чем плохо использование, вот как вы видите в бобинодержателях, на месте, там, где мы с вами постоянно прокручиваем, идет излом нашей проволоки. Поэтому на бобинодержателях несколько хуже использовать, но и в то же время, мы не можем очень хорошо подтянуть наш провод. Хотя, вполне достаточно вот этой натяжки, которая у нас имеется. Не забываем о том, что нам желательно в верхней части, там, где спинка, и будет формироваться грудка, сделать, как я вот делаю, такое нагромождение материала, создавая своего рода вот такой горбик. И теперь, что самое важное, мы не должны забывать промазывать нашим клеем. Вот все неровности, которые у нас имеются от нашей обмотки проволокой, мы потом аккуратненько сгладим нашей ниткой, вспомогательной. Значит, не доходим до колечка, буквально 2-3 миллиметра. Нам это не нужно, так как там мы будем еще крепить глазки, и чтобы не было нагромождения материалов, следите за тем, чтобы тело формировалось как бы равномерным. Вопрос понятен, значит, здесь, в принципе, в сложности никакой нет, за исключением только лишь подобрать той толщины проволоку, которая вам необходима. Вот я считаю, такой формы и такой вот огрузки для меня будет вполне достаточно. Я теперь аккуратненько стараюсь не порвать нашу проволоку, промотать до загиба, и здесь мы с вами остановимся. Вот теперь смотрите, значит, я просто поделюсь с вами определенной техникой, та, которая, чтобы вы не выполняли бесполезно ту или другую обмотку. Сейчас мы можем с вами взять и закрепить ту нить, которую мы будем с вами потом подравнивать тело. Поэтому я беру нашу нить, которой мы будем потом работать, и аккуратно вот так, начиная ее крепить уже у нас на теле. И аккуратненько, аккуратненько движемся там, где у нас загиб. Дошли. Теперь, как вы видите, у нас уже нить закреплена, нам не надо делать ни завершающих узлов, ничего. Мы только лишь вот в этом месте подхватываем. И аккуратненько я не стараюсь отрезать, а вот открутили нашу проволоку. И теперь аккуратненько должны с вами закрепить часть материалов, которые нам необходимы, и подровнять тело. Что я делаю? Значит, я буду использовать вот пленку, которая продается в наборах хендесовских. Чем можно ее заменить? Заменить ее можно, как я уже говорил неоднократно, это использовать вот обыкновенный такой хороший полиэтилен, который есть в упаковках. И зачастую я использую вот это отрезан кусочек из медицинской перчатки. Сделали небольшой срез для того, чтобы вот под уголочек, чтобы можно было хорошо закрепить наш материал. Все можно заменить до пределов разумного, так как определенные материалы желательно, чтобы у нас использовались. Аккуратно стараемся так, чтобы не нарушить наше тело, и пленочка огибала аккуратно у нас со всех сторон. Закрепим у загиба нашу пленку. Перепроверимся, чтобы она у нас хорошо ложилась сверху. Заходим очень хорошо за загиб. И в этом месте останавливаем нашу нитку. Теперь, чтобы не выполнять опять 10 раз одну и ту же обмотку, я сразу закреплю обыкновенный голографический люрекс, который продается во всевозможных наших наборах, которые можно приобрести в магазине. Это вот всевозможные такие вот наборы флешей, которые продаются. Или же можно использовать тот люрекс, который продается в галантерейном магазине. Это не столь принципиально. Если у вас этого материала нет, друзья мои, можно спокойно без него обойтись. Как вы заметили, я креплю в районе формирования грудки. И теперь переходим к тому материалу, который, будем говорить так, без него нельзя обойтись, но его можно заменить теми материалами, которые у вас имеются. Я в основном не прохожу мимо рукодельных магазинов. И вот продается такой провод для рукоделия. В разных цветов, разных наборов. Но, к сожалению, почти одного и того же диаметра, который не всегда нам подходит. В частности, вот хороший очень провод, но его диаметр очень-очень толстый. Не совсем годится для наших работ. Но, как я уже перепроверил, вот для сегментации, и в то же время дополнительно нам дает огрузку, этот провод подходит достаточно хорошо. Для величины такого крючка, друзья мои. Если крючок несколько меньше, не пытайтесь. Я укладываю по всей длине. Подхватил медную проволоку. И теперь что мы делаем? Для того, чтобы более качественно закрепить все материалы, я опять нанесу клей, так как мы наш провод медный наматывали не совсем корректно. Нам необходимо, чтобы наш материал более качественно держался. И теперь аккуратненько. Но я не дохожу моим люрексом, вернее, моим проводом, которым я буду обматывать до загиба. И, как вы видите, оставляя его вот в этом положении. 2-3 миллиметра мы не доходим. Теперь остается нам только лишь с вами подровнять ниткой тело, придать форму, ту, которая должна уже соответствовать нашей нимфе. Как вы видите, достаточно жирненько, упитанно будет наше тело. Так, чтобы, в принципе, эта спинка выходила, напоминала чем-то горбатую спинку нашего бакоплава. Вот так нам будет вполне достаточно. Теперь, что нам нужно? Значит, берем или же с помощью даббинга, или же с помощью нитки для вязания. Ну, у меня имеется вот такая нить. Она разная бывает по толщине. Это нить, как ее называют, ангора. Я закреплю небольшой кусочек, но закрепим буквально его по всей длине до нашего провода. И теперь мы можем спокойно убрать нашу нить. Из лески мы изготовили с вами вот такие глазки, закрепили их. И капнул я буквально капельку клея на место крепления. Теперь берем, я начинаю обычно обмотку, значит, чтобы более качественно просегментировать потом проволокой наше тело, поэтому я проволоку не докручиваю. И, как видите, остается нам только лишь, удерживая нашу нить, произвести по всему телу вот такую обмотку. Значит, не доходим приблизительно пару миллиметров до глазок. Как вы видите, я, чтобы не держать нить, беру перодержатель, подхватил его. И беру теперь более темную нить, которая будет потом в процессе у нас использоваться. Закрепили нить и сразу подхватили материалы. Удаляем теперь все остатки. Здесь сделаем узелок. Можете накидной, можно сделать пару завершающих, вот как я. Нить пока мы не убираем, так как она нам будет нужна. Теперь что мы делаем. Я устанавливаю крючок в удобное для себя положение. И, используя наш люрекс, начинаем выполнять теперь обмотку нашим люрексом. Значит, обмотку я обычно делаю один полный оборот у загиба. Немножко проволока нам мешает, но на первых парах. И теперь аккуратно выберем тот для себя шаг, который для нас нам нравится. Если, как я уже говорил, друзья мои, нет люрекса, пожалуйста, можно его и не использовать. 5, 6, 7. Это уже выберите для себя сами то количество, которое, допустим, оборотов для вас будет приемлемо. Выполнили один полный оборот. Закрепили все наши материалы. И остатки люрекса удаляем. Теперь смотрите, что очень важно. Сейчас мы переводим опять крючок в то положение, которое нам необходимо. И берем уже аккуратно, начинаем формировать нашу спинку. Как я говорил, эту пленку можно заменить. Кусочком медицинской перчатки или же, если есть хороший полиэтилен. Закрепили. Я закрепляю несколько дальше, поэтому для чего, что вот это место у нас будет сейчас занято сегментированием проволоки. Сделаем опять завершающий узелочек, чтобы нитка не соскочила и не убежала. Можно отрезать, если вам неудобно работать. Теперь, что самое главное. Мы должны опять установить в удобное положение крючок. Выбрать так, чтобы у нас поправить пленку, если она мешает. И теперь начинаем уже сегментировать наше тело. В натяжечку делаем сперва один оборот. И аккуратно вот так движемся теперь к месту крепления нитки. В принципе, это вам все понятно. Давайте закончим и потом продолжим. Вот мы с вами вот так просегментировали тело. Значит, я хорошо промотал в районе формирования грудки и капнул капельку клея. Теперь мы можем спокойно обратно переломить нашу пленочку, у которой мы будем с вами формировать уже грудку. Величина грудки, она соизмерима с величиной крючка. Поэтому подберете для себя сами. Это не является столь принципиальным. Приблизительно где-то четвертая часть по величине нашего всего тела. Подхватили. И теперь переходим к самому такому основному моменту, который, как я уже вам неоднократно рассказывал. Значит, вот Алексей задавал вопрос, так же, как и ряд друзей моих и Александр. Значит, вот я вычесал мех из домашнего кота, который, будем говорить так, дворянской породы никакой. Поэтому вот у него он такой слегка серый, серо-коричневый подшерсток. Если у вас имеется пух, используйте кролячий пух. Если у вас имеется, допустим, более мягкий мех кролика, используйте мех кролика. Но не забывайте об одной вещи, о том, что грудка, как всегда, у нашего насекомого должна быть значительно темнее нашего тела. Я слегка промазываю клеем бумажным мою нить. И буквально старайтесь так, чтобы вышло буквально сантиметров пять. Опять самое большое у нас вот этой расщепленной нити. Больше нам не нужно. И теперь, смотрите, я беру, вот сделал вот такую штапельную пряжу из даббинга, укладываю в нить и закрываю. Как видно, вот так, такая вышла конструкция. Теперь я беру, не имеет значения, выберите сами для себя, в какую сторону прокрутить. Прокрутили. Наш даббинг закрепился. Но для того, чтобы у нас грудка выглядела более симпатичной, я беру зубную щетку и начинаю расчесывать свой даббинг. Значит, те волоски, которые закрепились плохо, как вы понимаете, они у нас останутся на зубной щетке. И все. Теперь начинаем, вот, удерживаем пленку, чтобы ее не утянула наша нить. Убираем наши волоски в сторону загиба. Начинаем формировать нашу грудку. Вот сверху, которая у нас образуется, и по бокам волокна, как вы видите, вот такая лохматость, очень даже приветствуется. Мы расправляем в сторону. И еще что, помимо того, что вот мы сделали такое распределение, давайте еще возьмем раз вот так вот щеточкой, потому что лишнее все равно потом у нас выделится. И в сторону, и слегка назад, так, чтобы нам в дальнейшем не мешали наш мех в изготовлении. Закрепили. Нить оставляем у глазок. И теперь, как вы видите, я подтянул, подхватил. Выполним пару-тройку оборотов. Вот у нас должна, сейчас поставим крючок опять в удобное положение, должна выйти вот такая конструкция. Теперь я беру, слегка подтягиваю пленку, и нить перевожу к колечку. Удерживаю в натяжку нить и пленку. Сделаем пару-тройку здесь оборотов. Теперь, чтобы более качественно моя пленка держалась, я опять ее переламываю за глазками. И уже здесь я удаляю все материалы, которые мне мешают. Слегка натянув, естественно. Нить мы не удаляем, ничего не убираем, не проклеиваем, не промазываем, потому что мы потом туда нанесем капельку клея. Теперь, что мы с вами продолжаем? Нам необходимо изготовить усы. Вот у нас имеются вот такие вот остатки перьев, которые были перышком охотничьего фазана. Я подравниваю пару бородок. И, как я уже алмаз у меня спрашивал, берем и просто вот так отрываем. Для Сережи это вот я показываю. Образуются у нас вот такие вот лапки, которые он спрашивал, как изготовить для ручейника. Вот уже готовы лапки у него для ручейника. Удерживаем перо, вернее, бородки пера в том положении, в котором они создают свой изгиб. И вымеряем длину наших усов. Приложили, друзья мои, сверху над глазками и притяжной петлей подхватим в одной точке. Перепроверились, как они у нас находятся, если необходимо. Вот такими движениями мы их вперед-назад выравниваем, подравниваем. И теперь уже окончательно закрепим материалы. Переламываю я теперь замком наше перо. И теперь удалим все материалы, приведем в порядок нашу нимфочку. Вот и все, друзья мои. Как вы видите, мы с вами немножечко капнули лака на место крепления, где усы, глазки изготовили такую импровизированную головку. И уже вот все элементы, которые имеются у эмиджера ручейника, усы, которые вот у нас уже пробиваются, лапки, которые должны у нас вот быть обозначены, мы обозначили мехом, ну и тело его соответственно. Как вы видите, цвет, оттенок, сегментация, достаточно все практично, реалистично, и в то же достаточно уловистая приманка, скажу вам круглый год. Подбирайте для себя разные оттенки, начиная вот от чисто серого, серый, олива, коричневый, болотного цвета, вплоть до того, что я делал чисто цвета шартрес, флюа, с даббинга. Все оно работает, в зависимости от наших условий рыбалки, времени суток и рыбы. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч!